В произведениях литературы, в романах и повестях Петербург всегда разный. То же самое в произведениях живописи, ну и, конечно же, в кино. Мы, когда смотрим фильмы, периодически встречаемся с Петербургом. Это разные города. Почему? Ну, довольно часто мы с вами Петербург в кино как раз-таки встречаем, когда смотрим экранизации классики, действия многих русских романов классических, разворачиваются в Петербурге. Соответственно, когда в нашей стране или на Западе экранизируют эти самые романы Евгения Онегина, Анну Каренину, то пытаются реконструировать Петербург прошлого, исторический Петербург, ну и вместе с тем показать нам Петербург, каким его видел, например, Пушкин, каким его именно описал Пушкин. То есть не реально Петербург, а Петербург Пушкина или Петербург Достоевского в преступлении и наказании Кулиджанова, или Петербург Толстого, опять же-таки, в многочисленных экранизациях Анны Карениной. Если это наша экранизация, то мы имеем дело все-таки с более или менее реальным Петербургом, с реальными историческими зданиями. Если эта экранизация снята и на Западе, вот я сейчас про ту Жанну Каренину говорю, ну и тут можно и другие романы вспомнить, экранизированные в Голливуде, в частности, или во Франции, то перед нами, конечно, бутафория, перед нами декорации, или, может быть, не декорации, а какие-нибудь настоящие здания исторические, но, скажем, найденные в Бутапеште, в самом Лондоне или где угодно еще. Главное, что не в России, главное, что не в Петербурге, а если брать советскую пору, то не в Ленинграде. Гретта Гарба была Анной Карениной, и понятно, что снималась Анна Каренина, голливудская, ни в коем случае не на территории Советского Союза. Вивьен Ви была Анной Карениной, но британский фильм снимался в Великобритании. А вот фильм «Зархи», он наш, соответственно, предстает перед нами настоящий Петербург, ну, подправленный художниками, скажем так, подретушированный, но тем не менее. Вот есть одна западная экранизация любопытная, ну, то есть, с точки зрения кинематографической, ничтожная. Это фильм «Софи Марсо», а любопытна она почему? Потому что этот западный фильм, он там английский, французский, по-моему, немножко и американский, там сложно разобраться, кто финансировал. Вот эта картина снималась в России, то есть, на, скажем так, месте действия, а не где-то максимально далеко от него, за океаном. Ну, вот я уделил небольшое внимание экранизациям, больше я их трогать не буду, потому что интереснее оригинальный кинематографический взгляд на Петербург. Тем не менее, мимо одной экранизации я все-таки не могу пройти. Хотя вот эта экранизация, она, с одной стороны, именно экранизация относится к этому типу кинематографа, а с другой стороны, это очень оригинальное произведение. Это шедевр советской кинематографии 20-х годов, я имею в виду, не буду больше тянуть, фильм «Шинель» Козинцева и Трауберга. Вот в этой ленте показан Петербург как будто бы Гоголя, как будто бы Гоффмана даже. Напомню, что Гоффман, великий немецкий писатель и один из героев Невского проспекта. А в «Шинели» Козинцева и Трауберга нам не только «Шинель» пересказывают, хотя слово «пересказывать», конечно, не подходит, а это именно авторское прочтение оригинальное, но и к Невскому проспекту апеллируют. Так вот, на самом деле, даже в большей степени перед нами в фильме «Шинель» предстает Петербург экспрессионистский. Дело в том, что в начале 20-х годов возник в кино немецкий экспрессионизм. Голем, кабинет доктора Каллигари, кабинет восковых фигур. И вот отголоски немецкого экспрессионизма, эти контрасты света и тени, гротескная игра актерская, пришли, в том числе, в советский кинематограф и очень мощно проявились в «Шинели». И поэтому образ Петербурга – это образ такого немножко даже кукольного, бутафорского города, который населен тенями и мраком. Тут нельзя, конечно, пройти мимо работы художника-постановщика великого Евгения Янея. И перепрыгнем, как мы с вами, от 20-х годов, от советского кино в 90-е к Балабанову, потому что Алексей Балабанов, главный режиссер России 90-х годов, или один из главных, по крайней мере, тоже постоянно обращался к образу Петербурга. И несколько мощно запоминающихся образов Петербурга создал. Ну, конечно, когда мы говорим «Балабанов», мы вспоминаем «Брата». А «Брат» – это Петербург. Петербург обшарпанный, серо-коричневый, грязный, населенный бандитами, наркоманами, бомжами. В лучшем случае алкоголиками. А почему он такой, этот Петербург? Да понятно, потому что это уже постсоветский Петербург, постленинградский Петербург. Это Петербург лихих 90-х. Но примерно тогда же Балабанов снимает, может быть, лучшую свою ленту, по крайней мере, он так считал, и я так считаю, про уродов и людей. И вот тут вот уже Петербург серебряного века. Черно-белая картинка, ну, как будто бы это черно-белые фотографии ожившие. Величественные здания, та же самая Академия художеств. И при этом рядом с этими каналами, дворцами, мостами, Невой перемещаются по улицам города люди, у которых внутри чернота. Главные герои ленты про уродов и людей – моральные уроды-извращенцы. И у того же Балабанова есть короткометражка «Трофим», очень ее люблю, Маковецкий в главной роли, там тоже Петербург. Главный герой, Трофим, совершает убийство в селе, это крестьянин, приезжает скрываться в Петербурге, и Петербург, ну, мрачнее, чем у Инея, чем у Козинцева и Трауберга. Он уже не экспрессионистский, такая, знаете ли, сгущенная достоевщина. Мы помним Петербург в «Преступление и наказание», который один из героев романа, который буквально с ума сводит и рождает преступление Раскольникова или подталкивает его к преступлению. И вот у Балабанова «Петербург в Трофиме» – это, знаете ли, ну, я бы сказал, преддверие ада, как будто бы герой совершил преступление и попадает в ад. Может быть, даже и не преддверие, а уже, собственно, ад преисподняя. Ну, еще раз скажу, что Петербург разный, и серебряного века в кино довольно-таки много, вспомним господина Оформителя. И, конечно, современный Петербург, уже не Петербург в 90-х обшарпанный, а современный довольно-таки, ну, относительно чистый город, если не зима, в кинематографе присутствует, в частности, в фильме «Питер.ФМ». Другое дело, что я очень редко смотрю современное кино, поэтому тут я уже вам ничего рассказать не смогу. Субтитры создавал DimaTorzok